Третий том добротолюбия, страница 122. Блаженного Авы Зосимы, собеседование, пункт 23. При этом однажды припомнил Блаженный Зосима о некоем брате, рассказавшем ему, что он имел Аву весьма кроткого, которого за великую его добродетель и чудеса, им творимая, вся страна почитала, как ангела Божия. В один день брат, сей движимый врагом, подошел к нему и начал до последней меры злословить его при всех. Старец спокойно стоял при этом, смотря на его уста, и потом сказал, благодать Божия в устах твоих, братья мои. Он же еще более вознеистовствовал, закричал, знаю я, ты это говоришь, бессмысленный и чревоннеистовый старик, для того, чтобы показать себя кротким. Старец сказал на это, истинно так, братья мои, то, что ты говоришь, справедливо. После этого некто спросил старца, неужели ты не смутился, старец Божий? Нет, ответил он, но чувствовал в душе моей, что она была как бы покрываема Христом. К всему блаженный присовокупил, поистине должно благодарить таковых и почитать их, если кто страстен, врачами, врачующими раны души его, а кто бесстрастен благодетелями, доставляющими ему Царствие Небесное. Когда я был еще в Тирском монастыре, прежде перехода моего оттуда, пришел к нам один славный добродетелями старец. Когда стали мы читать книгу достопамятных сказаний и премудрых изречений святых старцев, ибо блаженный любил их и прочитывать, и как бы дышал ими, и почерпал из них научение всякой добродетели. И дошли до сказания о том старце, который, когда пришли к нему разбойники, и сказали, что они положили взять все, что есть в келье его. Спокойно ответил им, возьмите, дети, все, что вам покажется. И когда они все забрали и вышли, оставив одну сумку, он взял ее, погнался за ними, крича, дети, возьмите от меня, что забыли вы и в келье нашей. Они же, пораженные незлобием старца, возвратили ему все в келью его, в раскаянии говоря друг другу, истина, это человек Божий. Как только прочитали мы это, говорит мне старец, знаешь, Авва мой, это сказание большое мне принесло пользу. Говорю ему, как так, отче? Он ответил, некогда во время пребывания моего в местах, предлежащих Иордану. Прочитал это, поделился я старцу и сказал, Господи, Сподоби меня и по стопам тех шествовать, которых образ, схему принять сподобил ты меня. Так это желание и удержалось у меня. И вот спустя два дня подошли разбойники и постучались в дверь. Я тотчас узнал, что это разбойники, и сказал себе, благодарение Богу, Все время показать плод желания моего. Потом, отворив дверь, принял их радушно, и зажегший светильник начал показывать им вещи, Говоря им, не метитесь, как верую Господу, ничего не скрою от вас. Они говорят мне, есть ли у тебя золото? Есть, ответил я, вот три монеты, и открыл перед ними сосуд. Они взяли и пошли с миром. Я же, сказал с улыбкой блаженной, спросил его, А возвратились ли они к тебе, как те, к тому старцу? Не дай Бог, тотчас ответил он. У меня и помышлений не было, чтобы возвратились. К этому приложил блаженный. Вот какова была ревность старца. И вот что доставило ему готовность подражать святым. То, что не только не скорбел, но еще радовался, Как сподобившись особенного некоего блага. Как беседуя с вами перед этим, я помянул, Что если мало потерпим брату нашему гневающемуся, Приобретем душу его. То теперь хочу рассказать вам на это, Что слышал от блаженного Сергия, Игумена Педиатского. Он сказывал мне, Некогда были мы в дороге с одним святым старцем, И заблудились. Не знаю, куда идти. Попали мы на засеянное поле И потоптали немного зелени. Увидев это земледелец, Случившийся тогда там на работе, Начал крепко бронить нас, Крича с гневом, Вы монахи! Боитесь вы Бога! Если бы вы имели страх Божий перед очами своими, Не сделали бы этого! Старец тот святой точче сказал нам, Господа ради, никто не говорит, Земледельц уже кротко обратился с такой речью. Правду ты говоришь, чадо, Что если бы мы имели страх Божий, То не сделали бы этого. Тот опять забронился с гневом. Старец снова сказал ему, Правду говоришь, Что если бы мы были монахи, То не сделали бы этого. Но Господа ради, прости нас. Прости нам, винимся, Что погрешили против тебя. Это так поразило земледельца, Что он подошедший бросился в ноги старца И сказал, Прости меня ради Господа, отче, И возьми меня с собою. И действительно он пошел за нами, Сказал блаженный Сергий, И пришедший в обитель принял схему. Вот что, прибавил Авва Зосима, Кротость и доброта святого старца Могли сделать с Божьей помощью, Спасти созданную по образу Божией душу, Которая вожделена Богу паче, Нежели тьмы миров, С богатствами их. Однажды, когда был я у блаженного Сергия, Он сказал мне, Почитай нам что-нибудь из Писания. Я начал читать притчи, И когда дошел до места, Где говорится, Во многих деревах растет огонь, А где нет разгневляющего, Умолкает спор, Притча 26.20, Спросил его, Что значит это изречение. Он сказал мне в ответ, Как дрова суть, Материальная причина пламени огненного, И если их недостаточно будет, Огонь скоро угаснет. Так есть свои причины и страстей, Если кто отсечет эти причины, Страсти остаются бездейственными. Именно причины блуда, Как сказал Авва Моисей, Суть, Есть и пить невоздержно, Спать вдоволь, Сидеть без дела, Забавляться, Прознословить, И любить наряжаться. Если кто отсечет все это, Страсть блуда будет бессильна. Опять причины гнева, Как же он сказал, Суть давать и брать, Хлопотливые сделки иметь, Творить волю свою, Любить учительство, Почитать себя разумным. Кто отсечет это, У того страсть гнева Не будет иметь силы. Так и относительно всех страстей. И это-то значит слова Авва Сесоя, Какие сказал он, Когда брат спросил его, Почему страсти не отступают от меня. Он сказал ему в ответ так, Потому что сосуды их, То есть причины суть, Внутри тебя. Отдай им залог их, И они отойдут. Двоегневен, В ком не умолкает брань, Есть тот, Кто недовольствуется первым раздражением, Но сам еще разжигает себя Ко второму гневу. Кто, воспоминившись гневом, Тотчас приведет в себя, Придет в себя, И, сознав вину свою, И спросит прощения у брата, На которого рассердился. Этот не называется двоегневным. В нем утихает брань. Потому что, Как только он, Сознав свою вину, Помирится с братом, Брань не имеет уже в нем места. Но кто, разгневавшись, Не сознается в вине своей, Но еще более раздражает себя На гнев. И жалеет не о том, Что разгневался, А что не наговорил, Еще больше того, Что сказал в раздражении своем. Этот называется двоегневным. И в нем брань не утихает, Потому что после гнева Берут его в свою власть Злопамятство, неприязнь и злоба. Господь Иисус Христос Да избавит нас от части таковых, И да сподобит части Кротких и смиренных. Великое внимание и немалая мудрость Потребны против злокозненности дьявола. Ибо бывает, что он иногда Из-за ничего возбуждает тревоги И неудовольствия, Внушая и благословные к тому предлоги, Чтобы казалось, Что гневается в предлежащем случае справедливо, И есть основательная причина. Но что бы ни внушал он, Доведает желающие воистине И не шествовать путем святых, монах, Что никакое раздражение, Как бы оно ни казалось правым, Не должно им быть допускаемо, Как говорит Макарий. Монахам не следует гневаться, Еще не следует причинять скорбь ближнему. При этом он рассказал нам следующее. Некогда заказал я писать для меня Некоторые книги одному искусному писцу. Кончив писать, он прислал сказать мне, Все кончил я. Пришли, что рассудится тебе, И возьми. Один брат, услышав об этом, Пришел к тому писцу от моего имени И дав известную плату, взял книги. Между тем и я, не зная о случившемся, Послал нашего брата с письмом И платой взять их. Писец, узнав из этого, Что осмеян взявшим книги, Братом сильно раздражился и сказал, Пойду непременно и досажду ему. И за то, что насмеялся надо мной, И за то, что взял мне свое. Я же, услышав об этом, Послал сказать ему, Ведомо, конечно, тебе, братья мои, Что мы затем приобретаем книги, Чтобы научиться из них любви, Смирения и кротости. Если же самое начало приобретения книг Ведет к ссорам, То я не хочу иметь их, чтобы не ссориться, Ибо рабу Божию не подобает ссориться. Таким образом, отказавшись от книг, Я сделал, что брату тому Не причинено было преднамеренное досаждение. Однажды, сидя с нами и беседуя Ответил он, Причем вопрошавший прибавил, И нет другого пути, кроме этого. Сии изречения, припомнив, Сказал блаженный, Какую силу имеют слова святых. И поистине, что не говорили они, Говорили от опыта и истины, Как свидетельствует блаженный Антоний. От того слова их и сильны слова, Что изречены деятелями, Как и всем делать, заповедует Некто из мудрых. Слова твои да подтверждает жизнь твоя. При этом Ава рассказал нам Следующий случай. Когда я еще немного времени Пребывал в лавре Авы Герасима, Сидели мы однажды с возлюбленным мне братом И беседовали о душеспасительных вещах. Я припомнил высказанные слова Авы Пимена И того другого старца, Нитрийского. И брат сказал мне при этом. И я опытом узнал истину этих слов И вкусил покоя, доставляемого исполнением их. Жил я в искренней дружбе С одним диаконом, лаврой этой. Он, не зная от чего, Возымел на меня подозрения в одном деле, Оскорбился тем И стал смотреть на меня мрачно. Заметив эту мрачность, Я просил объяснить мне причину того. И он мне сказал, Ты сделал такое и такое дело. Не сознавая за собой такого дела, Я начал удостоверять его в своей невинности. Но он сказал мне это, Прости, не удостоверяюсь. Удалясь с келью своей, Я начал испытывать сердце свое, Сделано ли мной когда-либо такое дело. И не находил. Когда после того случилось, Что он, взяв потир, подавал, Я побожился ему на нем, Что не помню, чтобы сделал то дело. Но он и тут не удостоверился и этим. До снова вошедших в себя, Вспомнил я о их словах старцев. И в полной вере в истину их Обратил помысл свой на себя И сказал, Дьякон искренне любит меня. И сей любовью движимой Открыл мне, Что имеет сердце его на меня, Чтобы я трезвенно блюл себя, Как бы не сделать того. Впрочем, бедная душа моя, Как говоришь то, Что не сделала дело того. Тысячи худых дел наделано тобой, И ты забыла о них. Где то, что сделано тобой вчера Или за десять дней назад? Вот, помнишь ли о том? Итак, не сделала ли ты этого, Как сделала то, И забыла, как забыла прежнее? Таким образом я положил в сердце своем, Что я истинно сделал это. Но как забыл прежнее, Так забыл и это. И начал я благодарить Господа и Дьякона, Что через него сподобил меня Господь Познать грех свой и покаяться в нем. Потом встал и в таких помышлениях Пошел к брату, Сознаться перед ним и поблагодарить его. Но лишь только постучал я в дверь, Как он отворил ее, Первый делает мне поклон, Говоря, прости мне, Я поруган бесами, Заподозрив тебя в деле том, Ибо истинно удостоверил меня Бог, Что ты не повинен в нем, И не допустил меня более уверять его, Говоря, в этом нет уже нужды. Пересказав это, Блаженный Зосима прибавил, Вот к чему Искренное смирение Расположило сердце брата, Возлюбившего его, Что он не только не возмутился Поступком Дьякона И не оскорбился на него, Во-первых, за то, Что тот заподозрил его, Во-вторых, за то, Что не поверил его уверениям В своей невинности, Но еще принял на себя Незделанный грех, И не только это, Но и возблагодарил Дьякона. Видите, что творит Добродетель сия, На какие степени Преуспеяние Возводит любящих ее, Ибо если бы захотел брат, То тысячи поводов Возымел бы к тому, Чтобы сделаться Через Дьякона демоном, Но как он устремился К Добродетели, То не только не оскорбился на него, Но еще поблагодарил его, Так как Добродетель Объяло сердце его. Так если бы мы Предварительно посевали В себе семена Кротости и смирения, И располагали к ним Сердце свое, То враг не имел бы места Сеять в нем Злые семена свои. Но как он находит нас Пустыми, без добрых помыслов, Или даже более того, Самих себя разжигающими На худое, То берет отсюда поводы Наполнять нас своим злом, При любви же к Добродетели Бывает совершенно противное всему, Ибо тогда Господь, Видя, как душа жаждет спастись, И как усердно возделывает В себе добрые семена, Ради всего благого Произволения ее, Исполняет ее Своими дарами. Тридцать. Однажды блаженный Ава, Вспомнив о старце, Которого окрадовал Живший по соседству С ним брат, Что он, зная, То никогда не обличал Этого брата, Но еще более работал, Говоря, Может быть, Нужду имеет брат. Дивился благосердию Святых И рассказал при этом Следующий случай. Во время пребывания Моего в педиаде Вот что рассказывал Мне один игумен. Близ обители нашей Жил один старец, И был он При благой души. Живший по соседству С ним брат, Однажды в отсутствии Старца по вражескому Искушению, Отворив келью его, Вошел внутрь И забрал себе Вещи его и книги. Когда старец По возвращении Отворил келью, Не нашел своих вещей, То пошел к брату тому Сказать ему о всем. Но вошедший в его келью Увидел вещи свои Посреди ее, Потому что брат Не успел еще Прибрать их. Не желая, Однако же Пристыдить брата И обличить его, Показал вид, Что будто схватил Его живот И вышел вон, Где пробыл Довольно времени Как бы для нужды, Чтобы брат между тем Успел убрать вещи. Возвратясь же К нему после этого, Начал он говорить О другом И не обличил брата. Через несколько дней Узнаны были у него вещи Старцевой, И его взяли И посадили под стражу. Старец Ничего о том не узнал, Но услышав, Что брат в темнице, И не зная, За что он в темнице Пришел ко мне, Говорит игумен, Ибо он учищал к нам И просил, Сделай милость, Дай мне несколько яиц И немного чистых хлебцев. Я говорю ему, Верно, у тебя Ныне есть кто? Да, Ответил старец. Взял же это он для того, Чтобы пойти в темницу И утешить брата. Лишь только вошел он в темницу, Как брат падает ему в ноги И говорит, За тебя я здесь, Ава, Потому что это я украл Твои вещи. Но книга твоя у того-то, Одежда же у того-то. Старец говорит ему, Да удостоверится сердце Твое, сын мой, Что я не ради того Пришел сюда. Я даже не знал, Что ты здесь за меня. Но услышав, Что ты здесь, Я опечалился И пришел утешить тебя. Вот смотри, Яйца и чистые хлебцы. Теперь же пойду И сделаю все, Пока извлеку тебя отсюда. Пошел и попросил Некоторых из начальствовавших Лицкой, И знали его ради добродетели И они послали выпустить Брата из темницы. Рассказывали еще о том же старце, Что однажды пошел он на рынок Купить себе одежду. Купил и отдал одну златицу. Оставалось ему приплатить Еще несколько мелкими монетами. Он взял одежду и положил под себя. И стал отчитывать мелочь На дощечку. Тут кто-то подошел И пробовал вытащить Из-под него одежду. Ощутив это, Старец понял, Что это значило, И, жалея о трудящемся, Стал понемногу приподниматься, Как бы подтягиваясь с монетой. Пока тот вытащил одежду И ушел. И старец не обличил его. После этого Блаженный Зосима сказал, Чего стоила эта одежда его, Или те украденные у него вещи. Насколько высокоценно Произволение его. Он показал, Что имея их, Он был таков, Как бы ничего не имел. Когда их похищали, Он оставался таким же, Не скорбя о том, И не раздражаясь за то. Ибо, Как я всегда говорю, Не то вредит, Чтобы иметь, Но иметь с пристрастием. Старец этот Хотя бы весь мир имел, Был бы таков, Как бы ничего не имел. Ибо тем, Что он сделал, Показал, Что свободен от всего. Восподвизаемся же, Братья и мы, Подражать примерам Святых отцов, И ревностно Исполнять Словеса их, Чтобы исполнять Здесь плодов благих, Сподобиться и вечных благ Во Христе Иисусе, Господе нашим, Коему слава и держава Соотцом И Святым Духом Ныне и пресно И во веки веков. Аминь. Страница 131, Третий том Добротолюбия. Святой Максим Исповедник. Краткое сведение о нем. Святой Максим, Цареградец Рода знатного, Получив полное образование И богословское, И философское, И всякое другое, Какое требовалось В то время, Он был взят императором Ираклием в придворные И справлял дела Первого секретаря С успехом И достойную похвалою. Когда поднялась Монофилистская ересь, В порождении которой Виновен был и царь С патриархом, И начались смуты И во дворце, И в городе, И в других областях царства, Святой Максим Почел это Благословным поводом К удовлетворению Всегдашнего своего желания Оставить мир И поступить В какую-либо обитель Уволившись от дел, Поступил он В Хрисопольскую обитель 641 год И со всей ревностью Предался Аскетическим подвигам По строгим Отеческим уставам, Являя в себе Для всех И во всех отношениях Пример Достойный подражания Почему, Когда потребовался Новый настоятель В обители, Он единодушно Всеми избран Был на это служение, Которое И исправлял Достодолжно, Не поблажая себе И не Человека Угодничая. Между тем, Ересь монофилистская Все росла И росла, Поддерживаемая Двором И патриархом. Росли вместе С нею и смуты. Не терпя смут, Святой Максим Оставил обители И направился в Рим. Мимоходом Он останавливался На время В Картагене В Африке Где на бывшем Там соборе Обличил Несостоятельность Монофилистства В лице Случившегося там Патриарха Константинопольского Пирра Бывшего неудел. Затем Переплыл в Рим Где Также Скоро Принял участие В соборе Против монофилитов Собранном Святым Папой Мартином По случаю Повеления Царева Принять и подписать Типик Или составленное Им изложение Исповедания Веры Куда внесено Было и Монофилистское Зломудрие. На этом Соборе Осудили и прокляли Монофилистство И Типик Царский И всех Приемлющих Его еретическое Учение. Затем Сначала В царских Палатах Потом В узилище В Царьграде Далее В афракийском Городке Визии В месте Первого Заточения Святого Страдальца Затем Повызови Оттуда Опять В Царьграде В обители Святого Феодора Где он Был Помещен В более Торжественной И грозной Обстановке Дело Производили Сенаторы Присутствовали При этом Иной раз И архиереи Целью Имелось Убедить Святого Максима Согласиться На их Учение Или хоть Подписать Типик Или хоть Молчать Ничто Не удалось Истина Православия В устах Святого Максима Являлась Всякий раз Победоносную И заставляла Не молчать Только Но и Преклоняться Потивников Мужество Поборника Истины Покушались Поколебать И обещаниями И угрозами И указаниями Как обойти Истину Незаметно Для других Наконец На последнем Собрании И побоями Ничто Не помогло И святого Максима Сослали Во второе Место Заточения Через Селим В Рию В Перверу В прибрежьях Мраморного Моря К западной Стороне Но Врагам Истины Не спалось И святой Максим Снова Вызван Был в Царьград Для увещания Окончательных Кои И велись С большей Настойчивостью Но также Безуспешно В трех Приемах В царских Палатах В узилище И опять В палатах Где Постановлено Было И последнее Решение Оставить Срастотерпца В живых Но наложить Ему Мухи И кчайшие Смерти И предали Его С этой Целью В руки Городского И Парха Язык Богоглаголевый И ереся Обличительный И отстекли Руку Правую Ножом И молотом Записание Учительных И обличительных Книг Потом Извлекшие Из притора Раздетого И разутого Влачили Поторжищу На поругание Показывая Народу Отрезанный Язык И руку Наконец После таких Бесчеловечных Мучений И поругания Отослали Святого В далекое Изгнание В Мингрелию И там Заключили В схемарскую Темницу Где Прострадав Три года Всякую Терпяну Жду Святой Максим Отошел Ко Господу Утешен Быв Предсмерти Неким Известительным Видением Это было В 662 Году Память Святого Максима Совершается 21 января Святой Максим Оставил Много Писаний Догматических И обличительных Более Же Нравоучительных И аскетических В греческом Добротолюбии Помещена Из них Глава Любви Числом 400 700 Глава Пресвятой Троицы И о воплощении Бога Слова Более Же О добродетелях И страстях И толкования Молитвы Господней Таким Образом Святого Максима Предлагается Подвижическое Слово В вопросах Ученика И ответах Старца 400 глав О любви В новом переводе Умозрительные И деятельные Главы Выбранные Семисот Глав Греческого Добротолюбия Слово Подвижническое В вопросах И ответах Брат И старец Брат Брат Спросил Старца Прошу тебя Отче Скажи мне Какая была Цель Воплощения Господня Старец Сказал ему В ответ Удивляюсь Тебе Брат И что каждый День Слушая Символ Веры Ты спрашиваешь Меня Об этом Скажу Впрочем Тебе Что целью Воплощения Господня Было Наше Спасение Брат Сказал Объясни Мне Отче Как Это Старец Ответил Поскольку Человек Вначале Сотворенный От Бога И помещенный В раю Приступив Заповедь Подвергся Плени И смерти Потом Несмотря На то Что Многоразличным Промыслом Божиим Во всяком Роде И роде Был Направляем На добро Постоянно Преуспевал Только в худшем Множеством Страстей Плотских Влеком И в отчаяние Того Ради Единородный Сын Божий Предвечное Слово Еже Из Бога Отца Источник Жизни И бессмертия Явился Нам Во тьме Есени Смертной Сидящим Воплотившись От Духа Святого И Пресвятые Девы И показал Нам Образ Богоподобной Жизни Дав Святые Заповеди С обетованием Царства Небесного Тем Которые Будут Жить По ним И угрозой Вечными Муками Тем Которые Будут Приступать Их Потерпев Жа Спасительные Даровал Нам Надежду Воскресения И жизни Вечной Послушанием Разрешив Вину Прародительского Греха И смерти Уничтожив Власть Смерти Да Как В Адаме Все Умирают Так Во Христе Все Оживут А Наконец Вознесшись На небо И седши Одесную Отца Не Спаслал Святого Духа В залог Жизни В просвещение И освещение Дух Наших И в помощь Подвизающимся Спасения Ради Исполнять Заповеди Его Вот Говоря кратко Какая была цель Воплощения Господня Брат Сказал Желал бы я Очень вкратце Услышать Какие заповеди Должен я Исполнять Чтобы спастись Старец Ответил Сам Господь Сказал Апостолам По воскресенье Идите Научите Все народы Крестяя их Во имя Отца И сына И святого Духа Учая их Соблюдать Все Что я Заповедал Вам Так что Все И заповеданное Им Должно Соблюдать Всякому Человеку Крещенному Во имя Животворящей И богоначальной Троицы Господь Оставляет Порабощенной Порабощенной Старец Как Могу Власть Так же Для меня Мир Мир Распят И я Для мира 5 Об этой же Власти И помощи Пророчествуя Давид Говорил Живущие Под кровом Всевышнего Под сенью Всемогущего Покоиться Говорит Госуду Прибежище Моя И защита Моя Бог Мой На которого Я Уповаю И немного Ниже На Аспида Вастериска Наступишь Попирать Будешь Льва И дракона Ибо Ангелом Своим Заповедает О тебе Охранять Тебя Во всех Путях Твоих